Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Иши Киреева. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана состоялся семинар для будущих выпускников. В ходе семинара студентов ознакомили с рядом государственных программ. В этом году обыщеводы Западно-Казахстанской области смогут продать за пределы региона более 15 тысяч тонн картофеля. О том, куда в планах поставлять картофель, расскажут наши корреспонденты. Музыкальный вечер в честь 155-летия со дня рождения кюйши-композитора Тетия Каура Залиева прошел в областной научно-универсальной библиотеке имени Жубана Молдогалиева. Более 10 триллионов тенге просит у Госказны Министерства здравоохранения и соцразвития. Сегодня в Можилисе рассматривался бюджет Министерства здравоохранения и соцразвития на 2017-19 годы. Отмечается, что расходы подразделяются на два направления – здравоохранение и социально-трудовая сфера. В структуре расходов на здравоохранение значительную долю занимают расходы на оказание гарантированного объема бесплатной медпомощи. Вы будете смеяться, но нас постигла очередная реформа здравоохранения. За последние 10 лет финансирование здравоохранения страны увеличилось в 9 раз. Выросли все показатели. А теперь оказывается, что государство – плохой менеджер. Не хватает врачей, технические новинки до села не доходят, число жалоб на качество медобслуживания растет. Низкий профессиональный уровень, халатные отношения. Депутатов волнует то, что кадров по-прежнему не хватает. Клиники не справляются с очередями, а пациенты жалуются на некомпетентность врачей. Депутатов волнует дорогущее импортное оборудование в больницах и на складах. И неумение персонала работать на нем. И какие регионы у нас опустошены в медицинском плане, и где мы наиболее оснастили, понастроили. И некоторые медицинские учреждения у нас сегодня не загружены, и при даче еще нет специалистов, которым они могли бы работать. Мы знаем сегодня, сколько специалистов у нас не хватает. Я вот недавно посещал Атравскую область, там в этом маленьком регионе 600 медицинских работников не хватает. Вот тогда кто будет работать, если мы сейчас поставим там медицинские учреждения, построим. В социально-трудовой сфере деньги пойдут на социальные выплаты, пенсии и пособия, возмещение вреда. На кредиты предпринимателей из числа безработных и самозанятых выделено 30 миллиардов. В текущем году микрокредитование проводится по трем схемам. Первое – по концепции Министерства сельского хозяйства, когда участники программы со своим капиталом или приобретенным товаром входят в созданные в регионах сельскохозяйственные кооперативы. Второе – это занятость на селе, который реализуется в пяти областях в пилотном режиме. Его цель – создание мелкотоварного производства на базе личного хозяйства. И третье – организация кредитования согласно картам развития регионов. Скажите, пожалуйста, на каком этапе находится работа по возврату этих кредитов? И микрокредиты выдавались в размере трех миллионов тенге. Сейчас понятно, что инфляция съедает. Были прогнозы о том, что они могут быть увеличены до шести миллионов тенге. Так как кредиты выдавались на пять лет, в 2011 году уже полный возврат денег первого года, уже конец 2016-2017 года должно быть. Мы сегодня уже мониторим. На сегодня с 2011 года, если 2015, который завершился посчитать, выдано микрокредитов на сумму 70 миллиардов 857 миллионов тенге. Из них по графику, несмотря на то, что в 2011, 2012, 2013, у каждого есть график погашения, по графику должны были вернуть конечные заемщики 29 миллиардов 382 миллиона. Но, как выяснилось, с начала года деньги получили по этим схемам всего 5000 человек. То есть выделяются миллиарды, а получают единицы. Что называется, размазали по тарелке. Баужан Шайхмет, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Победители национального конкурса «Самгау» среди журналистов смогут побывать в 12 странах мира вместе с выставкой казахстанских товаров. Об этом на пресс-конференции сообщила президент Федерации системы контроля качества казахстанских товаров и услуг Халык Мархасе Рима Тажибаева. Организаторы получили 70 работ со всех регионов Казахстана, в том числе 7 из зарубежных СМИ. Напомним, как ранее сообщалось, для победителей готовят 25 ценных призов по 7 номинациям. Главный приз – это автомобиль отечественного производителя. Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь. В составе членов жюри вошли видные общественные деятели Казахстана. Напомним, в июле в Астане открылся первый павильон Халык Мархасе, в котором собрано более 10 казахстанских брендов. Мы посетим такие страны, как Россия, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина, Таиланд, Египет, Китай, Турция, Арабские Эмираты и Индия. И здесь хочу отметить, кроме тех журналистов, которые по 7 номинациям будут награждены в декабре, плюс гран-при автомобиль, 16 региональных журналистов, 16 регионов бесплатно поедут на эти поездки в 12 стран мира. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана состоялся семинар для будущих выпускников. В ходе семинара студентов ознакомились с государственными программами «Дорожная карта бизнеса-2020», «Дорожная карта занятости-2020», «Молодежная практика» и «Агробизнес-2020». Все эти программы нацелены на первоочередную помощь выпускникам в трудоустройстве по специальностям. Наши корреспонденты узнавали, как именно помогают программы. Подробности в следующем сюжете. В настоящее время трудоустройство молодежи и выпускников является одной из приоритетных задач нашей страны. Ежегодно строятся новые заводы и производственные цеха, за счет чего создаются новые рабочие места. Главной задачей государства является воспитанием высококвалифицированных кадров. Для этого внедряются новые методики. Молодежь получает возможность прохождения практики в иностранных компаниях. Кроме этого, за счет программ «Дорожная карта занятости-2020» и «Агробизнеса-2020» создаются новые рабочие места и в сельских округах. Об этом студентам рассказали в ходе семинара. Сами организаторы отмечают, что для выпускников открыты все возможности. Для качественной организации практики мы заключили договор с более 150 компаниями, отечественной и иностранной компанией. Начиная с октября месяца, у нас в течение учебного года предусмотрен скользящий график организации практики. По заявкам работодателей мы направляем студентов на прохождение практики. Если, допустим, в других вузах они уходят во время основного графика, допустим, в мае, в июне месяцах, у нас предусмотрено направление наших обучающихся на практику по заявкам работодателей. В свою очередь, большая нехватка молодых специалистов остро ощущается в сельских округах. Демеханизаторами фермеры являются люди преклонного возраста. Для решения этой проблемы в вузах открываются новые профессии. Выпускники отмечают большую помощь со стороны государства и через программу «Молодежная практика», за счет которой они получают возможность окунуться в атмосферу трудовой деятельности и получить бесценный опыт. Раимбек Мукашев учится в магистратуре на втором курсе и считает, что работы для молодежи хватает и в городе, и в селах. При этом отмечает, что именно в селах много возможностей, а проведение подобных мероприятий считает правильным. Я думаю, на данный момент очень много перспектив и открытых дорог для молодежи, через которые можно устроиться на работу. Но самая большая проблема в том, что молодежь не идет в село. Они не хотят работать далеки от города, потому что думают, что там нет никакой перспективы. Я думаю, что это ошибочные мнения, потому что сейчас очень много таких программ, которые способствуют молодежи, чтобы стимулировать их, мотивировать их на дальнейшую работу. Стоит отметить, что благодаря государственным программам по всей стране более тысячи выпускников были трудоустроены. И подобные семинары позволяют каждому выпускнику выбрать свое направление и найти работу по специальности. Рустам Ашарипов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске водители недовольны новой разметкой. Привычные разрывы для поворотов сменились сплошной линией. Теперь автолюбителям приходится поворачивать и разворачиваться только на светофорах. Если, конечно, успеют это сделать. Наши корреспонденты узнавали, для чего была сделана новая разметка. Новая разметка не могла остаться незамеченной. Водители и так в течение всего лета испытывали неудобства из-за затянувшегося ремонта уральских улиц. Сейчас добавилась новая проблема. Неожиданно разрывы для поворотов стали сплошной линией. Очень неудобно. Для того, чтобы повинуть, нужно ехать несколько сотен метров. Или же поворачивать на светофорию. Но там иногда бывает, что приходится подолгу пропускать транспорт. А движение на запрещающий сигнал или же пересечение двойной сплошной – это лишение водительских прав. Некоторые водители считают, что к нововведениям можно будет привыкнуть. В связи с этими разметками, конечно, у нас усложнились проезды в дорогах. Конечно, с одной стороны, это хорошо, что с этим борются и с этим занимаются. Конечно, пройдет некоторое время, небольшие бывают проблемы. Но факт в том, что в дальнейшем будущем, я думаю, что это все прекратится и все будет в хорошем и положительном стопе. В Уральске ежегодно наносится разметка на 650 тысячах погонных метров дорог. Работы контролируют в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. Изменение произошло из-за того, что было решение комиссии о том, что для обеспечения безопасности на многих местах по городу закрыты заезды и выезды во дворы для обеспечения безопасного движения. Коммунальщики отметили, что в состав комиссии входили представители городского акимата, местной полицейской службы и административной полиции. Обследование проводилось на магистральных улицах в городах, как улица Шолохова, Есеньжаново, Тайманово, Алмазово, Чаганнабежные, проспекты Бухаирхана, Евразия, также улица Сармдатова. На этих улицах, на пересечениях, на поворотах были нанесены разметка без разрыва с целью недопущения пробки по магистральным улицам. Уже сейчас новую разметку стали исправлять, замазывая краской сплошные линии. Но делают это возмущенные водители, говорят, в отделе ЖКХ. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В этом году овощеводы Западно-Казахстанской области смогут продать за пределы региона более 15 тысяч тонн картофеля. При этом потребности населения при Урале во втором хлебе будут покрыты за счет нынешнего урожая. Наши корреспонденты поехали на поле, чтобы посмотреть, как собирают урожай. В этом году аграрии Западно-Казахстанской области увеличили посевные площади под овощи и картофель. Уборка этих культур началась с наступлением осени. Сейчас овощеводы работают, не покладая рук. Нужно убрать урожай до наступления сезона дождей. Посаженных 5278 гектаров мы на сегодняшний день 88% убрали. Остались специализированные хозяйства, которые на следующее время убирают картофель. Среднее урожайство у нас 140 центнер с гектара. В среднем мы на сегодняшний день 64 тысячи тонн собрали. Помимо этого, из овощных культур остались поздняя капуста, морковь и свекла. На сегодняшний день тоже уже 96% мы убрали. Среднее урожайство 160 центнер с гектара. В среднем на сегодняшний день 71 тысячи тонн мы уже собрали. Вот бахчевые завершили, получили 28 тысяч тонн бахчевых культур. Потребности нашей области во втором хлебе порядка 45 тысяч тонн в год. Это значит, что более 15 тысяч тонн можно будет отправить за пределы региона. Традиционные покупатели города Актау, Атырау, а также южные области Казахстана. Картофель собранный в селе Макаров Зеленского района известен далеко за пределами Приуралья. Сорта использовали Артемис, Родриго, Гранола, и которые народу известны, это Невский. Вот такие сорта мы и сажали в этом году на 280 гектаров. Уборку когда начали? Уборку начали где-то в сентябре 10-го. До сих пор уборка у нас идет. Если погода позволит, то мы, наверное, закончим нашу уборку. И вообще средняя урожайность и качество как в этом году? Качество отличное. И на столовую она идет, и на хранение ложится. И где-то 20 центов с гектара выходит картофель. В крестьянском хозяйстве отметили, что в этом году также собрали хороший урожай пшеницы и ячменя. Большую помощь оказывает государственная поддержка сферы агропромышленного комплекса. Сейчас мы пытаемся отобрать самый крупный картофель, который окончательно пойдет на продажу. Мелкий, отбирается при помощи вот такого специального комбайна. Я здесь работаю уже не первый сезон. Мы получаем достойную оплату за свой труд. Радует, что собран отличный урожай. На наш картофель очень хороший спрос. Мы его сами всю зиму едим с удовольствием. Сейчас картофель с полей продают по цене в 60 тенге за килограмм. На рынок он стоит немного дороже. Роман Копняев, Айбладжигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Авиакомпания «Эйра Астана» оштрафована за препятствование расследованию о дорогих авиабилетах. 7 октября текущего года АО «Эйра Астана» не пустил в свое здание сотрудников антимонопольного ведомства, вышедших на расследование, как уже ранее сообщалось, по отношении названного авиаперевозчика, начато расследование предмет установления монопольно высокой цены на авиабилеты. При этом с 5 октября 2015 года отменено ценовое регулирование услуг авиаперелетов, после чего наблюдается в существенном среднем на 30-40% рост цен на авиабилеты, говорится в сообщении. В Алматы сотрудниками Комитета национальной безопасности задержано трое членов радикальной группы, планировавших террористические акты в отношении сотрудников правоохранительных и специальных органов. У задержанных изъяты компоненты самодельных взрывных устройств и детонаторов, религиозно-экстремистские материалы, в том числе с призывами к совершению терактов, сообщили в ведомстве. Кроме того, в КМБ отмечают, что с начала текущего года в Алматы органами КМБ пресечена преступная деятельность 29 радикально настроенных лиц. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. На 102-м километре трассы Уральск-Атырау, 10 километров от поселка Самал, автомобиль марки Ауди А6, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем Рено Сандера. В результате один человек погиб. Пятеро получили травмы различной степени. Подробности в сюжете. Ежегодно на трассе Уральск-Атыра случаются десятки аварий. В основном это происходит из-за несоблюдения скоростного режима на дорогах. Это же стало причиной и в данном случае. В общем, в аварии пострадали пять автомобилей. В автомобиле Рено Сандера из-за сильного удара произошло возгорание. В департаменте внутренних дел Западной государственной области рассказали подробности этой аварии. Гражданин М 1995 года рождения, не справившись с рулевым управлением автомобиля марки Ауди А6, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем марки Рено Сандера, за рулем которого был гражданин М 1958 года рождения. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля Рено Сандера. Кроме того, было допущено боковое столкновение автомобиля Ауди А6 и автомобиля ВАЗ-21014. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз. Как сообщили представители областного управления здравоохранения, в результате ДТП 5 человек пострадали. Их с различными травмами доставили в разные больницы. Одна пассажирка от полученных травм скончалась до приезда к карету скорой помощи. В результате столкновения 5 автомашин пострадали 6 человек. Имеется один случай летального схода. Была оказана экстренная медицинская помощь сотрудниками трассы медико-спасательного пункта, также Ажевско-центральной районной больницы. Позже по стабилизации состояния пациенты были доставлены в областную клиническую больницу бригадой санитарной авиации. Три человека были выведены из состояния травматического шока. Трое находятся со скелетными травмами в данном стационаре в ушекаженном. Также два человека сейчас с различными травмами, политравмами находятся в отделении реанимации областной клинической больницы. Напомним, что совсем недавно произошла похожая авария на этой же трассе, которая унесла жизни пяти человек. Представители дорожно-транспортной полиции убедительно просят граждан соблюдать скоростной режим и не забывать про ремни безопасности. Рустам Ашарипов, Нурлан Кунашев, Рустам Жумашев, телеканал ТДК-42. К приходу зимы готовы. В этом уверены сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия. В преддверии холодов организация закупает новую технику. В партии имеющейся спецтехники проходит технический осмотр и необходимый ремонт. Сегодня в предприятии работают 300 человек. Часть из них убирают улицы вручную. Особое внимание сегодня уделяют заготовке песко-соляной смеси. Соль завезли. Сейчас вводим ПРС и вместе мы мешаем. И уже сейчас в данный момент где-то около 6 тысяч заготовленных песко-соляной смесей у нас есть. Ремонт дорог в Уральске завершен на 95%. Об этом сообщают сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году в городе был запланирован ремонт 25 километров дорог. Большая часть их с ремонтом и заменой инженерных сетей. На ремонт 25 километров дорог, запланированный в текущем году, было рассчитано 2 миллиарда 439 миллионов тенге. Часть дорог стали объектами, переходящими с прошлого года. Ремонт центральных участков, проспекта Достык и улицы Ихсаново, ремонтируемых за счет отчисления компании КПО БиВИ, в скором времени будет завершен. Остались работы по устройству тротуаров. Стоит отметить, что в текущем году работы начались раньше обычного, поэтому многие улицы уже приведены в порядок. Улица Циолковского тоже завершена в этом месяце, в конце будет приемочная комиссия. Джампетинская, Чекалова полностью для рук готова. Сейчас улица номер 1, это где новая площадь, у нас нижняя основание, нижняя часть, нижний слой ослайд тоже готов, объект переходящий. Остальные работы будут доделаны в следующем году. При этом можно перечислить ряд улиц, на которых завершение ремонта запаздывает. Виной тому недобросовестная работа подрядчиков, которые срывают сроки, заявляют сотрудники ЖКХ. Со многими из них ведутся судебные разбирательства. Им грозит лишение права участвовать в тендере до двух лет. По Костовской шубе там подрядчик был, то Аксай Иншстрой, он признан нас недобросовестно. Сейчас мы точно с ним судимся. По улице Ескалеева, сейчас там было два подрядчика, но уже устроен. Он был признан недобросовестным. В связи с этим мы с ним договоры расслаблены. И после тендера заключили договор с того пирамиды. На участке дороги Исаева-Шевченко в текущем году был запланирован капитальный ремонт. Начали его только в сентябре, но уже на стадии завершения. Общая протяженность дорог порядка 300 метров. На объекте сегодня работают 15 человек. Сейчас положим второй слой асфальта и начнем тротуар делать. Вот это ими на дороге. Мы рассчитываем где-то через неделю-две уже закончить. Всю сдадим. И начнем следующую улицу Шевченко. Кроме того, в текущем году в плане начать ремонт дорог в микрорайоне Жудыс, в поселке Дерку и Кругоозерное. Участки, запланированные на текущий год, должны завершить до 15 октября. Марина Горбук, Дориан Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В честь 155-летия со дня рождения кюйши-композитора, основоположника стиля Токпе, Сетека Уразалиева, в областной научно-универсальной библиотеке имени Жубана Малдогалиева прошел музыкальный вечер на тему «Кумберлетепкюй, комбезенкутерген». В мероприятии приняли участие студенты музыкального колледжа имени Хурманхазы и педагогического колледжа имени Жубана Досмухамедова. Подробности в следующем сюжете. Сетек Уразалиев родился в 1861 году в Беке-Ардинском районе Западной Казахстанской области. Жизнь Сетек Уразалиева была трудна и трагична. Бунтарь по своей натуре Сетек протестовал против царской власти и в своих сочинениях воспевал скорбь и гнев угнетенного народа. Большой и трудный жизненный опыт придали композиторскому творчеству Сетека высокоидейную художественную ценность и сделали кюю Уразалиеву голосом родного народа. Организаторы рассказали молодым студентам подробную информацию о жизни великого Киши и отметили важность его трудов. Цель данного мероприятия – пропаганда в жизни творчества композитора, пропаганда и сохранение духовного наследия. Куаныш Кубайтов – студент третьего курса в музыкальном колледже имени Курмагазы. По его словам, Сетек Уразалиев стал примером героизма и храбрости простых людей. Он исполнил кюю Арман, в котором рассказал историю своей мечты. Сетек Уразалиев является великими композиторами Киши, творчество которого из поколения в поколение народ перейдет из уст в уста. Я очень рад принять участие в сегодняшнем мероприятии и исполнить одну из его композиций. В завершении студентам продемонстрировали книжную выставку «Сасу Риткеры». Напомню, творчество Сетек Уразалиев является драгоценным наследием народной музыкальной культуры. И в завершении выпуска немного о погоде. Начиная с этой недели в городе заметно похолодало. Листва на деревьях приобрела желтый окрас. Особенно холодно становится вечером. Температура воздуха в этот период достигает отметки до минус одного. По прогнозам синоптиков, к концу недели ожидается дождь, туман и порывистый ветер. В такие дни особенную бдительность нужно проявлять водителям на дорогах города. В ближайшие дни ожидается погода без осадков, местами туман, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0,5 мороза, местами 3 тепла. Днем 2,7, местами 10 тепла. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz Всего вам доброго и хороших новостей! Предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на 12 октября. Уральск плюс 7, минус 1, облачно. Актау плюс 15, плюс 10. В Актубе днем плюс 6, ночью 0 градусов снег. Атырау плюс 9, плюс 4. Кокшетау плюс 3, 0 градусов, облачно. Костанай плюс 4, минус 1. Казаларда плюс 17, плюс 11. Павлодар плюс 4, минус 1, дождь. Петропавловск плюс 3, минус 1, облачно. Талды Курган днем плюс 20, ночью плюс 6. Тарас плюс 20, плюс 10, солнечно. Усть-Каменогорск плюс 11, плюс 7, дождь. Караганда днем плюс 1, ночью минус 1, снег. Шимкен плюс 21, плюс 11. В Алматы днем плюс 19, ночью плюс 11. В столице республики Астане плюс 3, минус 2, облачно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова